Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их бедствующих плаваний, потому что ветер им был противный. Около четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и скричали, ибо все видели его и испугались. И тот сейчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окамененно. И, переправившись, прибыли в землю Геннисарецкую и пристали к берегу. Когда вошли они в лодку, тотчас... Тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность ту, и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя краю одежды его, и которые прикасались к нему и стелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, И, увидев, некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались при здании старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не умывшись, не умывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исайя, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь из предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное?» И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою, и двословище отца и мать смертью да умрет, а вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу?» «Дар Богу то, чем бы ты от меня прорезвелся». «Подожди, понятно, что такое карван?» Вот я поясняю. Отец, у него пенсии там не было в то время, как у тебя. И он приходит к сыну, говорит, «Сын, помоги мне, я есть хочу, жилья нет, домик нужно утеплить». Он говорит, «Эй, карван, я Богу все деньги отдал, десятину пожертвовал, нечего мне тебе, меня так попы научили, я в церковь все деньги отнес». И вот Господь их обличает за это. Он говорит, «Заповедь человеческую, то есть фарисеи их научили так, вы, главное, в храм свечки покупайте там побольше». «Отцу не помогаете, да. Вот он их и обличает. Понятно, что такое карван? Теперь дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался. То есть я отдал Богу, поэтому не приставай ко мне, подыхай дальше на помойке, собирай яблоки гнилые». Понял? Читай дальше. «Тому вы уже упускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». То есть они его сына так научили. «Ты, главное, в храм ходи, а отец там, главное-то, что отец? Главное, ты в храм пожертвовал, отцу не обязательно». Понял? Так вот они учили. И фарисеи, и говорят, «лицемеры». «Поверхностно жили, ну, не душевно, а поверхностно». «Читай, читай». «Ну, душу не вкладывали в это. Ну, заповедь Божия какая? Почитай». «Почитай отца и мать свою». «Да, и будешь долголетен на земле». Они эту заповедь Божию устранили. Можно его не почитать, можно ему не помогать, не кормить, не содержать. Главное, Богу. Карван, дар Богу. Главное, жертву в храм принести, и все. И Господь их говорит, «Нет, одно другому не мешает. Ты и в храм жертвуй, но и отцу помогай». «Пополам разделяй». «Читай дальше». «Кому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей? Обастроилась. Читай. Да. «Устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, делайте многое всему подобное». И призвав весь народ, говорили им, «Слушайте меня все и разумейте». «Я и призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может оскоренить его. Но что исходит из него, то оскореняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его, «Опричте». «Опричте». Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может оскоренить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Ну вот, остановись. Чего ты в самом начале читал? Чего они делали, фарисеи-то? Чего они заметили над учениками Христовыми такого необычного? Еле неомытыми руками. Да, еле неомытыми руками. И чаши обмывали. И чаши не обмывали. У них было предание, то есть перед столом тщательно вымыть руки, тщательно чашки помыть, гигиена такая. А Христос им что сказал? Да кому почему мы в церкви? Ну, что им Христос сказал? Руки не надо мыть тогда. Не обязательно. Ну, это ты так понял, что не обязательно руки мыть. Что им Христос сказал? мы под фарисеем тоже косим. Ты скажи, что Христос им сказал? Косим под фарисеем. Я тебе, Вася, я тебе третий раз спрашиваю, что им ответил Христос? Прочитай. Лицомируй. Читай, читай, найди это место. Нет, уже в самом конце это он тут вначале тот-то читал. А вот и сказал им хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божия. Да это он уже про отца и мать, про омывание чашто. Он что им сказал? Неужели он им сказал, чтобы они руки не мыли? Входящее или извне? Да. Входящее чисто. А выходящее сево уже загрязнено. То есть помыл, поел пищу неумытыми руками, как ученики. это извне вошло в человека. Извне. Ну, честь, честь. А оно потом вышло. Ну, понятно, как вышло-то в туалете. Оно очищается, пища в черепу вошла, из черепа вышла. Ничего страшного в этом нет. А что страшно это? На что нужно внимание обратить-то? Читай. Не о пищи речь идет. А что оскверняет человека? Не грязные руки оскверняют человека? А что из сердца его выходит? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал Исходящее из человека оскверняет человека. Ну, и что? Дальше. Что из человека исходит? Вонь. Вонь. Да не это он имел в виду-то. Читай дальше. А как нет? Еще раз читай дальше. Но из сердца какая вонь выходит-то? Вонь из другого места выходит. Ибо из внутренней, из сердца человеческого исходят злые помыслы. А ты говоришь, вонь. Злые помыслы разве не могут вонять-то? Ты прочитал, в одно ухо влетело. Вот на что нужно внимание. Злые помыслы у тебя есть? Это оскверняет человека. Да. Читай, что еще оскверняет человека? Ибо из внутренней, из сердца человеческого исходят злые помыслы. Прелюбодеяния. Прелюбодеяния. Вот что оскверняет. А вы за эти чашки уцепились. Комара отцеживаете. А верблюда поглощаете. Прелюбодеи, блодники. А тут чашки. Внимание обратите. Прелюбодеяния. Убийства. Ну, я кроме комаров домов-то на тараканах никого не бил. Ну, кто сказал не убей, тот же и сказал не прелюбодеяния. Все, что за убийство-то зацепился за прелюбодеяния. Нет. Фу! Изменял жене? Изменял. Ну, так вот. Рога в землю, плач и кай. Давай дальше. Кражи. Кражи. Лихаимство. Кражи. Лихаимство. Ну, что? А ты это пропустил мимо ушей даже. Ну-ка иди на место. Разлабился ты. Быстро. А лихаимство, что такое? Лихаимство, ну вот. С лихвой ты вот деньги. Лихва это лишние деньги. Вот ты деньги отдал под процент. Вот это и есть лихаимство. Я тебе советую забрать их. Сколько ты дал денег? 150 тысяч. Под сколько процентов? Под 12. А вот. Через год он сколько тебе должен отдать? 18 тысяч сверху. 18 тысяч сверху. Ну. Не работал, ничего отдал и все. А вот это и есть лихаимство. Это Бог запрещает. Бог говорит, в поте лица зарабатывай свой хлеб. Руби трава, потей. Другим помогай. Вот так. А я умолю. Что? Для себя. Для учитывания домика как добывать? Как добывать? Я же с пенсии не могу. Почему? Накопить. А как ты на домик накопил 150 тысяч? Ну, зачем ты? Я так же отдавал под процент. Ну, лихаимство. Нельзя этого делать, Вася. Нельзя. Нет возможности, значит. Ну, живи. Просись. Ищи друзей. Ты вот 70 лет прожил. У тебя никого нету, кто бы тебя в дом принял. Потому что жил на проценты. Богу это не угодно. Поэтому у тебя там и холодно. И ты все, и замерзаешь там. Еще вчера, после службы, пошли на благовестие. Дали тебе Евангелие. Что тебе, Володя, сказал говорить? Ну, Святой Евангелие. Дар Божий. Бог дает даром, и вы должны отдавать даром. Я тебя сейчас не спросил. Смысл поступка твоего нехорошего. Чтобы так сказать. Тебе какие слова, Володя, сказал? Ты Евангелие даешь человеку? Что ты должен говорить при этом? Ну, Святой Евангелие даром отдает. Святой Евангелие бесплатно. Так ты говорил? Ну. Вот. А потом что произошло, когда я подошел? Да, мужик. Заблазнил меня. Чем? Деньгами. Как? Ну, говорит, дар в церковь. Я соблазнился, взял. Соблазнился, взял. А перед этим то, что ты говорил о Евангелии, бесплатно. Он тебе в ящик кинул. Ты говоришь бесплатно, и тут же деньги берешь. Так ты тогда бы и кричал бы, Евангелие по 50 рублей, подходи и налетай. А зачем ты эти 50 рублей дал? Ну, если ты бесплатно, тебе сказали раздавать бесплатно. Зачем ты торговал Евангелиями? На меня смотри. Бес попутал? Соблазнился? Ну, че ж он тебя путает-то все время. Уже будешь знать, что на исповеди говорить, да? Сейчас возьмем, запишем. В субботу батюшка приедет, опять пойдешь. Две недели прошло, а у тебя опять накопилось. Че, широко, да? Да. Дальше, после благовестия, что мы тебе сказали делать? Ехать домой. Ну, а перед этим... Перед тем, как ехать домой, че тебе Володя сказал? Ну, дома-то есть надо. Ну, закупить продукты. Закупить продукты, ехать домой. Так было договорено. Ты согласился? Да, я че-то не сообразил, что на ночь-то я не топлю. Почему ты на ночь не топишь? Ну, я тебе говорю, печка дымит, и я топлю ее больше шести часов. Печка дымит. Пока она нагряется, потом уже меньше дымит. Вот. И ты, мы думаем, что ты поедешь, купишь продукты. Ночью не видать, дымит. Ночью не видать, света у тебя нет, фонарика нет. Вот ты там, как в пещере живешь, как манозатворник. Топить не надо, замерзаешь, там не топишь. Ну, это ж твои проблемы. Ты этот домик купил, за сколько ты его купил? За 150. За 150. Тоже на проценты эти деньги заработал. Тоже на проценты. Снимаешь? И куда ты поехал? Вспомнил, что... Да я пешком пошел. Да. То есть тебе сказали купить продукт, ты продукт автокупил. Да и... Ну, а куда я их... В сумку положил, эту шубу, а куда? В зубы брать, что ли? Ну, шубу она не... Ну, в сумку он запихал еле... Ну, продуктов тебе что там надо? Еле-еле запихал. Ну, булку хлеба... А, продукты в зубы. Ну, как, ну, зубы? Ну, что ты начинаешь, что? Как в зубы? Шуба она не тяжелая. Булку хлеба, пакет кефира тебе купить. Да, она... Неудобно нести ручки. Ну, хорошо, хорошо. Ручек-то нету. Ну, у тебя деньги... У тебя деньги были, ты мог пакет большой купить. Мы тебя спросили, деньги есть? Есть. Я тебе сколько денег давал? Три... Три или... Это я не помню. Ты уже не помнишь, да? Три... Три тысячи давал тебе. Сколько осталось? Ну, у меня свои были. Ну, сейчас три тысячи. То есть, ты их не потратил? Ну, свои деньги не потратил. А мои не потратил. То есть, они тебе не нужны, я так понимаю, да? И ты поехал куда? Ну, как не нужно? Ну, я экономлю, но опять по помойкам буду ходить. Ну, то есть, ты деньги берешь, по помойкам ходишь. Вот. Я тебе сказал, по помойкам не ходить. Вот тебе деньги, бери продукты. Ты если будешь обеспечивать меня. Ну, ты согласился по помойкам не ходить? Ну, согласился. И куда ты вчера пошел? Когда я тебе сказал, дал денег тебе, три тысячи, купи продукты, езжай домой, кали дрова, встопляет печку. И что ты решил? Даже дорогу-то сообразил, я на ночь-то не топлю. Да. А куда? И куда ты пошел? На морозе спать. Да. Ну, и пошел к Лени Политыкину. А перед этим куда ты пошел? К Лени пошел. Ну, ты еще говорил, в гости к кому-то там. А, заходил. В гости. Ну, они работали. Кто они такие? Да молодые. Ну, муж с женой. Знакомые твои? Ну, работали там. В этом цехе тоже. В мясном, да? Ну, тоже мясной цех открывали. Головами там. И что ты к ним пошел-то? Да переночевали. Переночевали. В гости. Ну, а когда днем-то мы тебе говорили, езжай домой, что ты нам ничего не сказал, что у тебя там дрова? Ну, я говорю, не сообразил. Не сообразил сразу. Ты к тем пришел. Ну, как обухом по голове меня стукнули. Езжай домой. А я растерялся. Мы виноваты, что... Да, все мысли в разброс пошли. Ну, и забыл, что я на ночь-то не топлю. А кто тебе сказал, что на ночь топить не надо-то? Да я тебе говорю, я пока приду. У тебя деньги на проезд есть. Зачем пешком тебе надо было идти? Время было 3 часа дня. Ну. Ну. Ну, пока... Доехать до дому час, в 4 ты дойдешь. А пока... В 4 ты дома. Там по времени же ходит это бельмесео. Никак это. Ну, да. Пореже, чем... Ну, 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 два. В 5 бы ты был бы дома. Ну, и что? И там уже... До 7-2 часа светло можно было успеть затопить спокойно. И что? Я бы топил, да. А кто тебе будет топить? Ну, ты... До 2 часов ночи. Ну, ты... До 2 часов ночи. Ну, и что, а как? Хоть до 2, хоть до 3, ну, а как? Хоть до 4, хоть всю ночь топи. Ну, это твой дом, твои дрова топи. Печка, если у тебя дымит, то давай сейчас поедем, когда я Тихоновичу, он тебе ее поправит. Поправит. Он печник. Че оно у тебя дымит? Давно оно у тебя дымит? Да, да надо, да надо глины замазывать. Ну, надо, надо, бери, надо брать и замазывать. А так, че шариться по помойкам, да по этим самым, по квартирам, когда свой дом есть. Сколько у тебя домов? Ну, основной, да, ну, знаете... Ну, на Бельмесево, где ты сейчас? На Булыгина квартира. На Булыгина квартира и еще один. У тебя 2 дачных домика и квартира на Булыгине. И 2 дачных домика. И ты шаришься по помойкам. По гостям, побираешься. Клене, че ты поехал? Ну, переночевать. Клене Политыкиной поехал переночевать? Да. А ко мне че не поехал? Ну, так только, только что от вас и здесь еще. Надо из дома в дом ходить, да, чтобы... А че у нас много? 70 человек каждый день у одного поэта. Давай так и сделаем, че тебе топить? Сегодня, вот у меня переночевал. Завтра, эту ночь, давай у кого решим? У Лены Политыкиной. Да, сейчас позвоним. Согласится она. Будешь к ней, поедешь к ней ночевать? Ну, хорошо. Ты приехал, пришел... Да я не сообразил, что мужик-то за Булдыгом у нее пьет, пьет. То есть, если бы она жила бы одна, она бы тебя без мужа, она бы тебя пригрела бы, накормила бы, спать уложила бы, добрая христианка. Ты к ней приехал, ну, рассказывай, че там у нее было-то. Ну... Ты через забор-то зачем полез? А я через забор не лазил, мужик вышел. Мужик вышел. Ты на заборе сидишь, да? Да не... А как ты? Хотел перелезть? Я только что хотел, на той стороне забора был, ну, и спросил у него, я говорю, Лена Политыкина-то здесь живет? И он че? Ну, он, говорит, здесь. Сейчас, говорит, иди, говорит, туда, сейчас открою. Ага. Ну, сам зашел, вызвал. Лену, Лене, не сказала, она пошла, открыла. Ну, и че дальше было? Побыстрее рассказывай, Роза. Ну, Лена, говорит... Ты глаза подними. Лена, говорит, мужик увидал тебя, и вы его глаза на лоб, говорит, полезли. Ну, вот, говорит, с бородами не любит мужика. Ага. Ну, вот, в этом роде. То есть, он ее отругал, да? Ну. За то, что к ней мужики бородатые ходят? А ты знал, что она замужем за неверующего? Ждал. А зачем ты к ней пошел? Ну, голова, бестолково, не сообразил. Ну, и дальше что? Ну, мужу не понравилось, что мужик пришел с бородой. Ну, она предложила мне, говорит, может тебе что-нибудь дать покушать. Откупиться от тебя решила, дать пожать и пинком под зад. Ты согласился? Ну, я говорю, это, если муж не против, то что? Ну, а муж-то все. Муж не против был? Она спрашивала у нее разрешение дать тебе поесть? Ну, наверное. Наверное? Ну, зашла, я подождал. Ага. То есть, они тебя на порог даже не пустили, да? Да как ударил. Если муж такой. Муж негодяй, да? К жене мужиков не пускает бородатых. Ох, он гад такой, да? Вообще. Ну, не согласие живут. Не согласие, не в любви. Нет у них ни любви, ни согласия, только трое ребятишек только и все, так. Ну, если пьет, он не... Ну, пьет. Как это? Ну, хорошо, он пьет. Она нигде не работает. И что они тебе дали? Да она что, не работает здесь? Ну, она с ребенком сидит. Ты пошел к сестре, которая не работает, которая трое ребятишек, которая муж пьяница, пошел к ней переночевать. Да я откуда-то знал, сколь трое у нее. Да. Ну, ты же видел, она с дочкой маленькой, у нее еще две взрослые дочери. Ну, не важно. Узнал, что она замужем за неверующим. Тем не менее, к ней пошел. Через забор-то, почему, она говорит, ты хотел перелезть? Ну, бестолково, говоришь. То есть, на ползуново ты тут раз пришел, калитка запрета через забор перелез, сейчас к Лене пошел через забор перелезть. У тебя это из детства привычка, ты говоришь, в детстве воровал, ты через забор лазил, яблоки воровал по садам, наверное. Было дело? Да через забор чего. Ну, калитка же есть. Ну, закрыто. Закрыто. Значит, нужно в чужой двор, через забор, раз калитка закрыта, а мне надо, я хочу есть, значит, надо через забор. А что, если там собака? Собаки нету. Нету собаки, а если она там в будке, да не на привязи, спит? Не подумал тоже? Ну, хорошо. Вот ты пришел к ней, она что тебе дала? А, ну, а, потом она мне позвонила-то. Ты ей попросил позвонить-то? Не, она сама, сама она, это, Фольгуева Николаева, хотя не дозвонилась. То есть, она позвонила Фольгуеву, не дозвонилась. Что с тобой делать, да? Да. Потом? Потом еще кому звонила? Игнать Тихоновичу звонила она? Не, говорит. Не? Тебе что? И что она сказала? Ну, говорит, проси прощения. За что? Чтобы ты просил прощения. За то, что бестолковое такое. За то, что ты бестолковый, просите у меня прощения. А я-то при чем? Что ты бестолковый-то? Я тебя бестолковым не делал. Я наоборот, вот тебе Евангелие даю, свет, толкование. Молитву ты вчера молились. Хорошо вчера помолились-то вечером? Спасибо, Господи. Выдавила слезу покаяния у тебя молитва. Было дело? Вот так. Ну и дальше рассказывай. А про чем я закончил? Ну, то, что она позвонила Николаю Польгуеву, который вчера заступался за тебя. Ну, не дозвонилась. Не дозвонилась, он вчера заступался за тебя. Ну и предложила, говорит, давай Сергею позвоним. Проси у него прощения. Мы позвоним тебе. Да, дала тебе трубку, и ты что говоришь? Да я нигде не помню, что я вам говорил. Вспоминай. Что-то ты же сказал, что ты здесь у меня опять оказался. Ну, вот ты смотри, ты жил у меня две недели. Потом домой я тебя отвез. Почему я тебя домой отвез? За непослушание. За непослушание. Значит, чтобы приехать обратно, нужно попросить прощения за что? За то, что... Ну, за то, что не слушался. За то, что не слушался. Видишь, тебя соображает голова-то. Ты это прощение попросил. Лена Политыкина за тебя проходотайствовала. Прости его, он будет слушаться. Прими его, Христа ради назад. Так дело было. Я сказал, приезжай. Вот. Всё, сказал адрес, она тебе объяснила. На чём ты приехал-то? На семёрке. На семёрке. А чё пешком не пошёл-то? Ты же любишь пешком ходить? Тут... Тут... Время... Время уже. Время уже. На ночь. Время уже на ночь. Как ночи. Ты поехал на трамвае. А тогда... Было три часа ночи. Ты зачем-то пешком к Лене Политыкиной пошёл. Непонятно. Надо тебе было быстрее домой. Ну и ты стал другие пути искать. Вместо того, чтобы трудиться, дрова колоть, печку топить, поправлять там, ты решил на дармовщинку поехать. Пошли, пойти по гостям. Ну а если гостей нет, то у тебя дорога. Помойка, набрал продуктов. Наелся. Ну что, если ты такой бестолковый? Ну... Не я тебя таким бестолковым сделал. Жизнь такая. Я был бестолковый тоже. Я читал Евангелие, просвещался, каялся, молился. И Господь дал просветление. Все мы были бестолковые, жили во тьме, безбожьей, в неверии. Но, однако, Господь милостив к нам грешно. Надо молиться о даровании ума и памяти. И Господь смилуется, видя искреннюю веру и слезы покаянные. Но, надо в первую очередь Господу принести покаяние. Ты покаялся, я тебе поверил. Пустил тебя домой. Все. Сел тебе за стол. Вот. Вчера было заговорное, последний день на мясо. У тебя тут мясо кусок был. Вот. Я вот тебе говорю, отдай, отдай мясо. Все. Ну, сказал тебе, Вася, давай полчаса тебе на еду. Потому что мы, когда с братом, с Никитом ели, ты за 20 минут спокойно ел. Успивал. Ну, я тебе 10 минут сверху. Сказал, давай полчаса, говорю, Вася, и выходи из-за стола. За полчаса, Вася, можно поесть. Даже с больными зубами. 30 минут это очень много. Ты у меня... Она Лену дала мясо тоже. Вот. Кусок я пока его проживал. Вот. То есть ты решил, что... Ну, и сало твое, сало тоже. Ну, вот. Твердое. Твердое. То есть ты решил, что я вот раз сказал тебе, давай, Вася, полчаса, вместо того, чтобы послушаться и не доесть мяса, ты решил нарушить опять. То есть знаешь, что ты за непослушание я тебя выпроваживаю домой. Ну, это у нас договор, ты в этом каешься, обещаешь слушаться и тут же не выполняешь. Если вчера ты молился, не знаю, Господи, почему то, что хочу, не делаю, то, что хочу, не делаю. Было такое и плакал. Ты не знаешь, что с тобой происходит. А я тебе скажу, это без противоречия. То есть тебе говорят одно, а ты же привык жить по своей дурной воле. Не по воле Божьей-то. Тебе Господь дал братьев, общину, наставников. Слушайся и исполняй. Если бы ты слушался бы, советовался, исполнял бы, у тебя сейчас был бы тёплый дом. Понимаешь? А ты зачем-то, у тебя квартира и два дачных домика. Так ты три бы соединил и взял бы себе тёплый дом в центральном отоплении. Зачем тебе три плохих, где ты жить не можешь, когда можно было на эти деньги один хороший взять тёплый дом. И не в Бельмесёво, а в Потеряевке, например. Да, Игнатий Тихонович. А ты просился? Запретил. Запретил? А почему? Ну, семейные, говорит, там только выживают. Да это когда? Сколько лет назад было-то? В одиночку не выживешь. Не выживешь? А почему? Ну, здесь же ты как-то живёшь в одиночку. В Барнауле-то. А, тут помойки есть, да. А там в Потеряевке-то нету помойок-то. Вот, поэтому... Ну, в этом вроде. В этом вроде-то лучше там. В Потеряевке-то. Там надо трудиться. Там трудиться надо в Потеряевке. А здесь на халяву. А здесь на халяву. Понятно. То есть, Игнат Тихонович. Такой. Тебе дал. Так что он тебе сказал, Вася, трудиться не нужно, шарься по помойкам. В Барнауле нечего в Потеряевке делать. Так было дело. Ну, он что будет говорить так-то? Ну, смысл понятен. Ну, он-то думал, и я... Он-то не знал, что ты... По помойкам шарься. Он-то и не знал про это, да? Ну. Вот. Понятно. Сколько у тебя пенсия? 8-300. 8-300. А у Игната Тихоновича, по-моему, 6,5. Меньше. Да нет, он... Тоже 8-300. Ну, ты видел его, чтобы он по помойкам шарился? Ну, сказал бы, Игнат Тихонович, у меня 8-300, и у тебя 8-300. Как ты живешь-то? Ну, с Божьей помощью. Вот. С Божьей помощью. Ему Бог помогает. Почему, Вася, ему Бог помогает? Вся община помогает. Вся община. Почему ему Бог помогает, а тебе нет? Сюда смотри, Вася. Как ты думаешь? По уму. По уму? То есть, Господь умным помогает, а тебе таким вот слабоумным не помогает? Глупым нет. Глупым нет. Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью. А премудрость есть Христос. Если ты Христа не любишь, заповеди его не исполняешь, обманываешь, воруешь. Конечно, и Бог тебе помогать не будет. Заповеди нужно исполнять. А ты эти заповеди даже вспомнить-то не мог, Вася. И ты, значит, вчера договорились с тобой, Вася, в тот раз ты из-за того, то есть, ты много ел, ты согласился, ты сколько раньше времени тратился на пищу? Три часа. Три часа. А у меня жил сколько? Ну, полчаса мы с тобой сидели. Через полчаса ты успевал поесть. Мы натирали. Вот. И вот я тебе вчера дал, Вася, давай за полчаса я пошел собак выгуливать. Я где-то часа полтора гулял. Долго я гулял. Через полтора часа прихожу, ты все еще на кухне сидишь. Так было дело. Я уже вылез из-за стола. Ну, ты со стола вытирал. Вытирать со стола, ну, одна минута вытереть со стола. Вылезти и вытереть. Крошки. Ну, крошки. Сколько ты минут крошек вытирал? Сколько тебе нужно времени, чтобы... Я пришел через полтора часа, ты в этот момент крошки вытирал. Ну, крошки вытирал, ну, час можно, да, крошки вытирать, да? Ну, меньше же, да? Минута. Минута, да. То есть, полтора часа, то есть ты... Минутное дело. Минутное дело. Совершенно верно. Значит, сколько ты, если я через полтора часа пришел, сколько ты времени за столом прольбал? Полтора часа, минуту отними. Час двадцать девять. Так? Так. А мы договорились, что тридцать минут. А ты согласился. То есть, ты опять непослушание, Вася. Ну, и что с тобой делать прикажешь? Ну, у нас было условие такое. Ты живешь у меня и слушаешься. Для твоего же блага. То есть, если человек три часа за столом сидит, это у него потом геморрой от этого бывает. Такая по зубам, как их. По зубам, как их. Пища не по зубам, я ее долго и ем. Ну, ты и не ешь эту пищу. Такая она была прикольная. Прикольная. Да. Доброе утро. Минут десять? Хорошо. 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 Ладно. Хорошо. Хорошо. И что прикажешь, Вася, с тобой делать? Условия ты договора не выполняешь. Выполнять не собираешься. У тебя первый был шанс. Ты второй. У тебя Лена за тебя похода там стала. Политыкина. Я ей поверил. Сейчас вот я позвоню, Лен скажу. Ну, он опять обманул. То есть, для тебя кусок мяса дороже, чем наши с тобой отношения и послушания. Так выходит. Ну, так же выходит. Или я что-то неправильно. Ну, проблема у меня с зубами, я тебе говорю. Проблема. Проблема зубами. Чтобы ложиться, мне больше времени надо. Да не надо тебе больше времени. Это тебе дьявол внушил. Я посмотрел же у тебя. У тебя есть там пеньки, ты можешь пережевать. У тебя есть нож, есть терка. Можешь мелко порезать. Ты просто привык много времени провалить за столом. Привык. Дело не в зубах, Вася. Да, зуб еще я подвернул. Сейчас болит он у меня. Ну, зуб подвернул. А что они?